всем доброго вечера вот вытесила улиток на террасу точнее орианты вот здесь вот они тут уже давно обитают только одно видно их тут четыре ну ладно и снизу смотреть надо так не будет видно уже ряд этом все загадили сегодня буду у них убираться их кормить а вот две варианты где-то еще должны быть две и вытащила сюда вот эти волшню эту прелесть им свежий воздух сейчас нужен они активно растут на ночь их буду конечно же забирать обратно домой но сейчас на улице они преобразились вот один вот самый маленький и вот еще два прям они в доме себя хуже чувствуют чем на улице доме они постоянно пытаются уйти в диапаузу им видимо жарко 26 градусов примерно сейчас 27 тонн а здесь они прям все выползли прям начали лазить вот сегодня их всех покормлю и сегодня скорее всего не получается их закрыть сегодня скорее всего полезу к слизням кормить их не буду но заберу у них субстрат половину субстрат их него я заберу и попробую сюда вот улитком для начала сорян начну вариантом заменить мох на эту смесь которая у слизней перегной у них понимаешь вот тут вот не знаю видно не видно вот там вот все изгажено вот сокрышка в говне вот видно и это гадит вот такие вот маленькие улиточки четыре маленьких улитки и хеликс не зону хеликс он крупный поэтому вентилятор стоит на хеликса не продувает его огромнейший контейнер и хеликсу так даже больше нравится он активнее становится ну все я уже слезала в погреб и вернулась вот с таким вот ведеречком вот такой перегной тут получается мох апат веточки с лишайником местами попадаются апат дубовый березовый в общем все что смогла найти вот это вот сайта после полугода проживания у слизней просто вот я не знаю будет видно нет без колембов без каких-либо жителей просто вот такая вот гуща она как земля как земля и надо попадается через черви дождевые то что я резала слизням иногда червей и режу и они видимо от них может быть как-то сбегали ли что и вырастали по ну в общем не знаю но попадается очень часто дождевые маленькие черви живые вот вот такое прелесть просто она реально как земля вот я здесь прям части мха зеленого есть ветки есть листья дубовые попадаются крупные это свежая вот шишка валяется это свежая то что я кидала она еще не успела слизи не успели это все обработать я не знаю как у них так получается но это только у них такое без растений самое интересное чисто слизи лежит голого вода остается такой вот гущий что улитки просто какие на мох грунт вот улитка на но второе я улитки вот как и и все а вон еще вот они 1 2 здесь 3 и тут 4 в общем вот столько я у них выиграла сейчас накрою все это дело такой вот штучкой она пропускает воздух вот видны щели это на тот случай если я перебрала плохо потому что слизни насчитала 20 одного я могла либо здесь забыть либо там он остался просто не тронутом месте то что бывает что там есть три мелких и их очень сложно найти в грунте бывает поэтому на всякий пожарный если все-таки он здесь температура позволяет он не сдохнет на террасе вот так вот накрою все это дело и оно должно по факту не даже никуда деться но прилегает плотненько и всю эту ночь пролежит если никто не выползет завтра заменю грунт орианта и закинул свежий дубовый опад березовый опад в общем вот это вот все ветки это вся коробка веток свежий дубовый опад это мох он уже обработанный замачивался в воде где-то сутки потом он отдавался кипятком перебирался вручную я все вручную перебираю вот такой вот мох он сушеный уже мешок всю влагу впитал и он там даже сушеный вот такой вот мок для кефсей мокриц для слизней у меня идет улетка для этого не хватает вот он много вот это не смешала вот здесь вот сейчас если видно тут наверное не будет за остатки роскоши там еще пол мешка это дубовый опад опад который мы собирали перебранный березовый там хотя только березовый в этом году он у меня на дворе лежит наш чисто вот это все покупное мох обмен палочки по моему тоже не попал дубовый обмен палочки я покупал вот там наш лежит опад наш лес по московому оттуда березовый он очень нравится поэтому как вот найду там тоже переберем просто здесь уже вот такая вот огромная коробка на куда это годится сюда еще притащу три мешка нашего опада в общем от ждем и завтра я их присажу на новенький грунт этот мог скорее всего выкидывать не буду я его прям с говном летячим за слизнем без разницы но говно сами не выскребишь оттуда на слизне уже его переработать добавлю туда наш опад таким слизнем думаю они будут рады они справятся то что у них осталось очень мало грунта если выграбы у них осталось сантиметра 5 грунт как мы ложны сейчас заберу домой что ночью они тут не может